МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 1966 год. В СССР неподалеку от Каспийска начинаются испытания новой, ни на что не похожей боевой машины, созданной конструктором Ростиславом Алексеевым. С этого времени разработки талантливого инженера станут одной из загадок и головной болью для оппонентов Советского Союза по Холодной войне. В конце 60-х к аналитикам ЦРУ попадают фотографии со спутника, сделанной неподалеку от советского побережья Каспийского моря. На них изображен объект, чьи размеры превышают любой известный русский бомбардировщик. На других снимках четко видно, что это не самолет, но машина может нестись с огромной скоростью в нескольких метрах над водой. ВЗРЫВ Явление, получившее позже название «эффект экрана», было отмечено еще в начале 20-го века. Авиаторы заметили, что при заходе на посадку буквально в паре метров от земли пилотирование летателем-аппаратом заметно усложняется. Он словно садится на невидимую подушку, не дающую ему коснуться земной поверхности. Простым примером экранного эффекта может служить, допустим, пример с листком бумаги. Если мы возьмем листок бумаги А4 и его пустим вдоль стола, то при приближении листка к поверхности стола, когда лист имеет начальную скорость, происходит уплотнение воздуха между листком и столом, и на этой плотной воздушной подушке лист проскальзывает с увеличением скорости по всему столу. Это и есть простейшая демонстрация экранного эффекта. Однако до практического применения экранного эффекта было еще далеко. В 30-е годы прошлого века только пытались нащупать новые принципы скоростного передвижения судов. Финские, шведские, американские инженеры пытались заставить корабли отталкиваться от воды крыльями. В Союзе это направление разрабатывают в нескольких конструкторских бюро. Наиболее успешным оказывается опыт Ростислава Евгеньевича Алексеева. В те годы, в 30-е годы, основной лозунг у молодежи – это была скорость. Скорость везде. Но свое творчество Сав Алексеев начал с того, что он занимался паростным спортом. Занимаясь паростным спортом не только как спортсмен, но уже и в дальнейшем как конструктор, он проектировал, будем так сказать, такой скоростной тип яхт. А поскольку он большое время проводил на воде, соответственно, он видел, как поднимаются с воды чайки и другие прочие птицы, как вот они поднимаются с воды, какой-то разбег у них проходит. То есть это все он видел в природе. И поэтому у него уже где-то тогда появилась мысль, как все это использовать уже в технических образцах. Еще будучи студентом в своих работах, Ростислав Алексеев пытается сформулировать принципы конструкции судов нового типа. Именно тогда и было положено начало для дела, ставшего впоследствии смыслом всей его жизни. Он как раз в письмах к маме пытается ей изобразить, как он, значит, будет ее катать на чем-то быстром таком скоростном и все в таком духе. То есть это первое сообщение его о том, что у него появилась, как он сказал, изобрел ехидную штучку, которая, значит, будет с большой скоростью двигаться. Неудивительно, что темой для дипломной работы в выпускниках корабельного факультета Горьковского индустриального института стали глиссирующие катера на подводных крыльях. Интересовались глиссером и в других странах. По данным армейского руководства, подобные разработки не без успеха велись в гитлеровской Германии. Скоростные суда требовались для охраны береговой линии и для диверсий. В Союзе разработки Алексеева заметили. Ему выделили помещение и нужных специалистов. Первая натурная модель, это А-4, была спущена на воду осенью 43-го года. А в 57-м году всем известная ракета была уже запущена, так сказать, в массовое производство. То есть вот сколько лет понадобилось с 43-го по 57-й, чтобы внедрить уже действительно в жизнь суда на подводных крыльях. 1957-й год. В Москве проходит 6-й всемирный фестиваль молодежи и студентов. В разгар хрущевской оттепели фестиваль изменил быт и внешний вид советской столицы. Незадолго до его начала был построен стадион Лужники. Возвысились над городом гостиницы «Турист» и «Украина». Эмблемой фестиваля был выбран голубь мира Пабло Пикассо. Заблаговременно исполком Моссовета принимает решение о завозе и разведении голубей к 6-му всемирному фестивалю студентов и молодежи. В результате количество этих птиц в столице превысило 35 тысяч. Последствия этой акции для столичных памятников можно себе представить, но тогда на фестивале мероприятия с голубями выглядели уж очень эффектно. Новинку к фестивалю подготовил и Ростислав Алексеев. В присутствии Никиты Хрущева он презентует ракету. 66-местный пассажирский теплоход. Спустя два года появляются метеоры. Как результат очередное признание. В 1962 году группа конструкторов во главе с 46-летним Ростиславом Алексеевым получают Ленинскую премию. Введенная в начале 20-х годов в Советском Союзе Ленинская премия была, пожалуй, одной из самых престижных. И даже спустя некоторое время, когда появилась Государственная премия Советского Союза, она по своему статусу, несомненно, уступала ленинское дело здесь. Не только в денежном эквиваленте, а он был достаточно весомый. В разные годы количество тысяч рублей менялось. Но, тем не менее, обладатель Ленинской премии мог себе совершенно спокойно позволить купить престижную автомашину того времени марки «Волга». Это действительно была самая высшая премия Советского Союза того времени. Но суда на подводных крыльях имеют скоростной предел – 150 км в час. Для больших скоростей требовалось принципиально новое решение. И выход был найден. Алексеев пришел к выводу, что крылья можно вынести из воды, в 800 раз увеличив их размер. Тогда судно сможет лететь над водой, опираясь на экран. Уже в конце 50-х годов инженер-конструктор полностью обосновал идею экраноплана – транспортного средства, летающего вблизи поверхности воды и земли. В 1947 году, когда он создавал вот этот катер с носовым крылом, торпедный катер, то тогда он заметил, что с увеличением скорости есть какой-то эффект у поверхности. И вот он уже катер А7, корпус его сделал в виде крыла. То есть как бы с одной точки зрения уменьшение аэродинамического сопротивления, поскольку это профиль, а с другой стороны – это как бы дополнительная подъемная сила. Экранный эффект очень похож на эффект от воздушной подушки, на которой движутся соответствующие суда. Только в случае крана эта подушка образуется путем нагнетания воздуха набегающим потоком. То есть крыло экраноплана создает подъемную силу за счет повышенного давления под нижней плоскостью, создать которое возможно только на очень небольших высотах – от нескольких сантиметров до нескольких метров. Это простая физическая вещь. Если мы в клин будем задувать воздух или мы движемся около поверхности клином, то здесь, естественно, образуются повышенные давления на нижней плоскости крыла. Поэтому в сравнении с самолетом у него верхняя душка несет в основном подъемная сила, а здесь создается за счет нижней дужки. И поэтому здесь появляется самоустойчивость. То есть если мы уходим немножечко от экрана, то давление или подъемная сила уменьшается и заставляет экраноплан снова прижиматься. Уже в 61-м Алексееву пришлось сдать первый серьезный экзамен по экранопланам. На пилотируемом конструктором аппарате СМ-1 Алексеев прокатил зампреда Совета Министров Дмитрия Устинова, главкома ВМФ Сергея Горшкова и главного судостроителя Союза Бориса Бутому. Первые двое новинкой остались довольны, а вот Бутома отнесся к идее летающих кораблей весьма прохладно. Существует несколько версий, почему Борис Бутома не взлюбил Алексеева и его парящее над волнами детище. По одной из них, не главной, у экраноплана во время испытаний закончилось топливо, ему пришлось приводниться. Пока ждали буксировщика, московский чиновник сильно продрог и сказал слова, часто цитируемые и поныне. Тем, что летает выше телеграфного столба, судпром не занимается. Но в 61-м советские вожди, вдохновленные полетом человека в космос, к перспективным исследованиям отнеслись без критики. Летающий корабль продемонстрировали Хрущеву. Экраноплан произвел на генсека очень положительное впечатление. Никита Сергеевич Хрущев был удивительным человеком. Формально не обладая высшим образованием, ну что такое закончить промышленную академию имени товарища Сталина. Тем не менее, он очень чутко и по-мужицки точно схватывал подобного рода новации того времени, потому что ему было важно с учетом ядерного отставания Советского Союза, как он говорил, запустить ежа в штаны американцев. И поэтому подобного рода технические новинки, они давали возможность Советскому Союзу сделать вот то, что хотел Никита Сергеевич Хрущев и каким-то образом насолить американцам. Год спустя Алексеев вносит предложение, ставшее уникальным изобретением. Внедрить в компоновку экраноплана новый конструктивный элемент – поддувное устройство. Идея его заключается в создании на несущем крыле экраноплана подъемной силы. Это достигается поддувом на старте экраноплана, струями реактивных или воздушно-реактивных двигателей под его несущее крыло. Экраноплан данной схемы, где энергетическая установка единая, находится в носу, позволяет нам взлетать при значительном волнении. Мы направляем струи при взлете двигателей под крыло и тем самым гасим набегающие волны. При этом постепенно переводится струя двигателя в горизонталь, идет разгон экраноплана. И достигнув отрывной скорости, он отрывается, идет резкое возрастание скорости экраноплана, потому что он освободился от воды. Он стал свободен в полете. С 50-х годов США воюют практически во всех горячих точках Азии. На первый план в локальных вооруженных конфликтах выходят мобильные десантные группы, которые требуют очень быстрого перемещения. Ближайшее десятилетие символом американского присутствия в ходе любых военных действий становятся вертолеты, которые так эффектно и зрелищно снял именитый режиссер Фрэнсис Форд-Коппола. И все же вертолет не идеальное средство. Его скорость, грузоподъемность и дальность перемещения порой отстают от боевых задач. Кроме того, вертолет легко обнаружить, а значит сбить. Другое дело экранопланы. На каком расстоянии сегодня мы можем заметить экраноплан, который летит над поверхностью воды 5-10 метров, или над поверхностью Земли? Понятно, что это только радиогоризонт, то есть это десяток километров. Если он несется со скоростью 500 км в час, на высоте 5 метров. И мы понимаем, что если сегодня даже и он приближается к какому-то объекту, который готов с ним вступить в дуэльную ситуацию, то на самом деле от момента обнаружения до применения активного противодействия у него не такой уж большой баланс времени. В США не отставали. Там был запущен проект статонного экраноплана «Колумбия». Но дальше чертежей, моделей и опытных машин дело не пошло. В итоге проект свернули. В стране Советов тем временем была принята целая государственная программа, направленная на создание боевых экранопланов. В КБ начали работу над крупнейшим в мире летательным аппаратом, который позже американцы назовут «каспийским монстром». Фотографии именно этого экраноплана в конце 60-х попадут к аналитикам Управления национальной разведки в США. В 1964 по 1967 год проходили испытания рекордного по взлетной массе экраноплана «КМ», который имел взлетную массу 550 тонн и скорость до 450-500 км в час. Кроме того, он испытан и на волне. То есть у него мореходность по взлету составляла 2,5 метра. По тем временам это было, да и сейчас, недостижимой цифры для гидросамолета. Самый большой летательный аппарат в Союзе был при этом на удивление устойчив. Более того, бесполезно было даже пытаться его макнуть носом. Аппарат не касался воды, пока сам автоматически не достигал посадочной скорости. Все экранопланы имеют в той или иной степени собственную статическую источность. И по боку, и по крену, и в продольной плоскости. Если отпустить ручку, то экраноплан может лететь без как бы управления. В 1968-м выходит правительственное постановление о начале работ по созданию больших экранопланов. Предполагалось, что они будут использоваться военными для высадки десантов и нанесения ракетных ударов. ВМФ были готовы поставить на вооружение до 120 летучих кораблей. Основные требования – высокие грузоподъемность и скорость, а также способность преодолевать противодесантные заграждения и минные поля. Первым экранопланом, который был заказан военно-морским флотом, являлся транспортно-десантный экраноплан «Орленок». Экраноплан «Орленок» был создан в самолетной компоновке с трапециевидным крылом подлинения 3 и высокорасположенным горизонтальным оперением. Спущен на воду был в 1974 году. Была построена серия «Орлят» из четырех единиц, принятый на вооружение военно-морской флот. Был создан отдельный дивизион. Экраноплан проектировался и строился как десантно-транспортное средство для перевозки колесной и гусеничной техники, а также живой силы в районы боевых действий и высадки десанта. «Орленок» мог вместить 200 морских пехотинцев. В носовой части располагалась кабина экипажа, пулеметная установка, каюта отдыха и отсеки для различного оборудования. «Орленок» развивал скорость более 400 км в час. Еще в 1957 году, когда Советский Союз запустил первый искусственный спутник Земли, американцы это расценивали как свой второй «Перл-Харбор». И я думаю, с появлением экраноплана американцы испытали самый настоящий ужас. Ужас от того, что их территория становится еще более уязвимой. Уязвимой перед возможным ядерным ударом со стороны Советского Союза. Потому что ранее непреодолимые моря и океаны становились, если не в доли секунды, то за несколько часов преодолеваемые этими прекрасными птицами. Плановая советская экономика не подразумевала свободного использования государственных средств. Они доставались конкретным министерствам. Но через кого выделять деньги на строительство гибрида, ставшего промежуточным звеном в эволюционной цепочке между кораблем и самолетом? Ни к судостроению, ни к авиации такое нечто с экранным эффектом отношения не имело. В итоге главный конструктор, подобно своему детищу, которая парила между небом и землей, сам оказался в подвешенном состоянии. Алексеев считал экранопланы кораблями. В КБ даже действовала чисто морская примета. Женщин на борт во время полетов не брали. Парадоксально, но со временем перестали пускать на борт даже самого конструктора. Правда, приметы здесь ни при чем. К этому времени до апогея дошел конфликт с Бутомой. Шли очередные испытания, приемная комиссия была на борту Орленка. Все шло вроде нормально. Вдруг в один прекрасный момент народ обернулся, а кормы нет, хвоста нет. Дырка. Вот. Алексеев в это время был в пилотской кабине, там чувствуешь, что что-то не так выгружно. Он первого пилота, как говорится, подвинул поддувные двигатели, которые создают поддув резко угол, подушку под крылья. И вот на этой подушке, хорошей такой подушке, они дошли до гавани. Никому ни Цагапин, ни Синяков, ничего даже, только такое шоковое состояние, все. Аварии в основном происходили по вине экипажа. Экранопланами на испытаниях управляли, как правило, летчики, прошедшие переподготовку. А для них полет на сверхвалой высоте – это уже стрессовая ситуация. От напряжения пилот пытается как можно быстрее взлететь и резко тянет штурвал на себя. Однако, если экраноплан идет с нормальной скоростью, он никогда не коснется воды. А вот резкий подъем руля вверх и катастрофы не избежать. Как говорят специалисты, именно такие действия пилотов стали роковыми для КМ и Орленка. Во время крушения КМ, по счастью, никто не погиб. А вот катастрофа, построенного уже после смерти Алексеева, экраноплана Орленок, стоила человеческой жизни. В начале 90-х, во время выхода аппарата во внеэкранный полет, совершенного пилотами, но не предусмотренного инструкциями, аппарелью придавила механика. Эта нелепая смерть, считают эксперты, случилась по вине экипажа. Экраноплан не просто упал, а вышел из экрана и вынужден был совершить жесткую посадку. В 1974-м стала известна столица летних Олимпийских игр 80-го года. Это Москва. Столица снова начинает преображаться. Строится гостиница «Космос», спорткомплекс «Олимпийский» и велотрек в Крылатском. В стране начинает оформляться рок-тусовка, но в течение всего десятилетия отношение рокеров с государством изрядно штормит. Но для Ростислава Алексеева 70-е, похоже, самое тяжелое время следует одно понижение в должности за другим. Доходит до того, что создателю экранопланов запрещают даже присутствовать на испытании собственных машин. Однако выручают пилоты. Они берут конструктора на борт тайком. Игорь Добровольский больше 30 лет управлял экранопланами. После окончания военного училища, пройдя необходимую спецподготовку, он стал одним из тех, кто обучал военных летчиков искусству полета на кораблях. Ну, полет на самолете происходит на больших, средних высотах. А полет на экранопланет, высоты до 4 метров, 4 слоя метра было ограничение на Луне, на большом. Так что вот это специфика полета на малых высотах. Мы вводили в строй военных летчиков. Ну, я бы сказал, не у каждого получалось так нормально. В основном, вот мы брали, не брали, была у них 11-я летная бригада авиационная. Там основная масса была сначала с Камчатки, с самолетов Б-12. Но Б-12 тоже она как-то с воды. С ними было намного проще работать. А когда приходили 100, 16-х, 195-х, вот из больших самолетов, с теми, так посложнее. Потому что таких полетов на малых высотах у них не было, чтобы побольше приходилось натаскиваться. Вчерашние друзья отвернулись от Алексеева. Многие в КБ злорадствовали, мол, без него справиться лучше. Непривыкший сидеть без дела, конструктор по воспоминаниям родственников, все больше времени проводит на природе, много рисует. Когда-то давно он успел окончить художественное училище. Эти навыки ему сильно пригодились в работе. Свои мысли он не высказывал, рисовал. 3 ноября 1979 года один из экранопланов проекта «Орленок» был включен в состав Каспийской дивизии. Но на поднятии Андреевского флага Ростислав Алексеев уже не присутствовал. К этому времени он был тяжело болен. Гениальный инженер умер через несколько месяцев. Он так и не узнает, что в 80-е его детищу предстоит пережить настоящие минуты славы, когда экранопланы, включенные в состав флота, будут поражать армейское начальство своими возможностями на учениях. А также тяжелые 90-е. Полное забвение. Следующим шагом в развитии экраноплана строения стал ракетоносец «Лунь», поступивший на вооружение уже после смерти Алексеева. Построенный по заказу ВМФ СССР и по своему боевому потенциалу, превосходивший почти все легкие ракетные корабли и многие ударные самолеты, по мощи ракетного залпа «Лунь» оказался сопоставимым с ракетным эсминцем. На его вооружении находились крылатые ракеты «Москит». Ни одна страна мира не добилась подобных результатов. Ныне здравствующих больших экранопланов в России не осталось. КМ разбился. «Лунь» считается законсервированным в Каспийске. Но, как говорят специалисты, на самом деле попросту брошен в доках на растерзании временем. Свою роль здесь сыграла и пресловутая межведомственность. Орлята были списаны, постепенно выходили из строя, были списаны. Последний орленок, дивизион расформирован, последний орленок был передан в музей в Москве на Химкинском водохранилище, музей военно-морского флота. Экранопланы принято подразделять на три вида – А, Б и С. Аппараты класса А не отрываются от экрана, то есть передвигаются непосредственно над водной гладью. Те, что относятся к разряду Б, способны подлетать до 150 метров ввысь, перепрыгивая через препятствия в виде шлюзов, например, рифов, скал или зданий. А вот третий тип – это уже экранолеты. Экраноплан – это для Российской Федерации очень хорошее средство, которое могло бы оперативно делать патрулирование наших водных поверхностей в случае необходимости осуществить приводнение, приземление, поработать с нарушителем, пресечь какие-то незаконные действия в нашей экономической зоне. Это первое. Второе. Как сегодня достаточно быстро на севере, при отсутствии большого количества аэродромов, взлетно-посадочных повоз и так далее, осуществлять доставку грузов и пассажиров? После 20 лет забвения у детища Алексеева снова появился шанс вернуться в строй. Амбициозный проект, опередивший время, сегодня рассматривается как современное средство доставки людей, грузов и военной техники на очень большие расстояния. Современные корабли-самолеты могут пролететь до 3000 километров, нести до 400 тонн груза со скоростью 550 километров в час. Некоторые скажут утопия, но для людей, которые вставили летучие корабли на крыло, это реальная действительность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова